Акции в поддержку поздравили украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова в Киеве. Участники прошли маршем от Майдана Незалежности к посольствам Франции и Германии. Попросили первых лиц данных государств надавить на президента России Путина в вопросе освобождения украинских узников Кремля. Подробности в материале Ксении Кадышкиной. Сотни людей вышли на Майдан Незалежности поздравить Олега Сенцова с днем рождения. Сестра политзаключенного Кремля Наталья Каплан передала со сцены слова брата всем, кто его поддерживает. Для украинского режиссера такие марши имеют большое значение. Также Наталья рассказала, что в интернете сейчас активно распространяется информация о смерти Олега Сенцова. Все переспрашивали, действительно ли Олег Сенцов умер. К людям, которые такое распространяют, я их просто пи, потому что цензурных слов у меня нет на этот счет. Это люди без совести, без морали. И кроме как моральными уродами я их назвать не могу. Присылать соболезнования в день рождения Олега и сообщать, что он умер. Ребят, серьезно, вы первые, кому бы об этом сообщили? Наталья Каплан виделась с Олегом Сенцовым в колонии на Ямале неделю назад. Говорит, состояние его здоровья нестабильное. Но прекращать голодовку он не собирается. Участники акции уверены, такими маршами и обращениями приближают освобождение украинских политзаключенных. В таком режиме мы живем года четыре, уже пятый пошел. Понятно, что никто не может сделать так. Раз и Олег с нами. Но мы все вместе, каждый по-своему, каждый на своем месте. И наша цель будет достигнута. Наши земляки будут с нами. Аналогичный марш от Майдана незалежности к посольствам Франции и Германии активисты организовали на 49-й день голодовки украинского режиссера. Спустя почти две недели никаких ответов от президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель на запросы участников акции нет. Однако реакция мирового сообщества таки есть. То, что все мировые институты в своих резолюциях упоминают наших соотечественников, это говорит о том, что это наши действия как общество, как государство не остаются, или мы не даем им возможности оставить без внимания. Нужно обращать внимание всего международного сообщества как раз накануне встречи Трампа с Путиным. И это очень важно, чтобы вопрос российских политзаключенных вынесли первоочередно. Марш в честь дня рождения Олега Сенцова и в поддержку всех политзаключенных прошел по маршруту от Майдана Незалежности до посольства Франции и Германии. Свободу! Олегу! Сенцову! Свободу! Олегу! Сенцову! После участники снова вернулись на Майдан Незалежности, чтобы символично поздравить узника Кремля с 42-летием. Душу и дилу, ты подожди за нашу свободу! Ксения Кадушкина, Евгения Бурда, Вячеслав Смирнов, Дмитрий Борщ, ЮЭй-ТВ. Двое украинских военных ранены за минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил. Сейчас оба в госпитале, рассказал ЮЭй-ТВ представитель штаба Анатолий Стельмах. По его словам, за минувшие сутки российские захватчики 24 раза открывали огонь по украинским позициям дважды с тяжелого вооружения. В частности, боевики провоцировали украинских защитников в Опытном и Песках, что вблизи оккупированного Донецка. Обстрелы вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений объединенных сил в районах населенных пунктов Крымская, Кряковка, Троицкая, Новолуганская и Пивденная. При этом противник применил подзащитникам Новолуганского 82-мм минометы и выпустил в нашу сторону 8 мин. По уточненным данным разведки, четверо оккупантов получили ранения. А наибольшее количество обстрелов снова на Мариупольском направлении. Там в течение суток российские наемники 12 раз нарушили перемирие. В частности, прицельный огонь из гранатометов и пулеметов открывали по украинским опорным пунктам в Гнутово и Широкино. А по морским пехотинцам в Водяном российские захватчики применили минометы калибра 120 мм, запрещенные Минскими соглашениями. Вот от снаряда, я так понимаю, попало прямо в дом, при ударе его разорвало. Во время действующего перемирия вчера 3,82-х залетели в село. 133 человека погибли. 230 ранены в результате взрыва во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Беладжистан на западе страны. Об этом сообщили в местной полиции. По предварительной версии следствия, террорист-смертник использовал более 16 килограмм взрывчатки и привел ее в действие вблизи колонны демонстрантов. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Это уже третий взрыв в Пакистане, связанный с выборами. Несколько тонн мусора вывезли активисты на лодках с четырех островов вдоль течения реки Днепро. Его на берегах, на территории ландшафтного парка, оставляют отдыхающие. Акция по уборке островов проходит уже девятый раз. Но с каждым годом территория становится чище. Больше расскажет Юлия Кричкова. Все больше и больше обращаешь внимание, когда идешь на природу, что вместо травы у нас полиэтиленовый ковер мусора. С этим нужно бороться. На уборку мусора вплавь. Владельцы лодок и катеров, рыбаки, активисты и представители СМИ отправляются на острова в акватории Днепра собирать оставленные отдыхающими отходы. Подобную акцию проводят уже в девятый раз. С каждым годом мусора становится все меньше, меньше и меньше. Если в самом начале акции с острова Любви, который рядом, было вывезено в первой акции 8 тонн мусора, то в прошлом году с этого же острова было вывезено всего лишь 2 тонны. Алексей везет нас на Великий Южный остров. Или, как его называют киевляне, остров Любви. Черта Киева как бы популярная среди рыбаков и местных туристов, скажем. Да, пример. Вчера я приехал с этого острова с рыбалки, потому что я нахожусь в отпуску. На острове все принимаются за работу, вооружившись перчатками и мешками для мусора. Пластик и стекло складывают отдельно, сдадут на переработку. Александр и Валентин 20 минут разбирали мусорную яму. Вот, посмотрите, там в черных пакетах пластик, стекловолокно, линолеум. Шесть мешков такого, еще три мешка со стекляными бутылками. Если сдать, хватит свадьбы отгулять. Еще один участник акции – пес Чааки. Он всегда ездит с хозяином убирать Днепровские острова. На острове, который является частью заповедной зоны ландшафтного парка Днепровские острова, есть и мусор, который привезли сюда специально. На ваш взгляд, что это могло быть? Сто процентов – это не предмет для отдыха, который могли бы привезти с собой. Это не какая-то посуда. В этом месте можно увидеть могильник. Значит, мусор сюда свозили централизованно. Это, скорее всего, какие-то хозяйственные отходы. Возможно, доска для стирки. За час работы несколько десятков активистов собрали на острове Любви полторы тонны мусора. Ча! 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 Активисты вместе с собакой Чааки возвращаются после уборки. Сегодня убрали мусор на четырех островах. А это больше восьми с половиной тонн отходов. Юлия Крючкова, Максим Градобек, Юэй ТВ. Самый быстрый скалолаз планеты украинец Даниил Болдырев стал победителем большого этапа Кубка мира во французском Шамани в дисциплине скорость. В финале украинский Человек-паук опередил спортсмена из России Дмитрия Тимофеева. Это первый чемпионский титул Болдырева за последние четыре года. В 2014 он победил на чемпионате мира, установив при этом мировой рекорд, который держится до сегодняшнего дня. Следующим турниром для украинца станет этап Кубка мира в Италии. А затем главный старт нынешнего года – чемпионат мира, который состоится в австрийском Инсбруке. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. На этом у нас пока все, но буквально через два часа новый свежий выпуск новостей, поэтому не переключайте и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok